Всем привет! Подходит к концу 2023 год. Это был год педагога и наставника, в связи с чем тема наставничества обрела государственный статус. Почему вопрос наставничества был вынесен на государственный уровень? Кто такой наставник в современном понимании? В чем отличие наставника от ментора, учителя, тренера и же с ними? Вот об этом во всем и о других важных вопросах, связанных с наставничеством. Мы сегодня говорим с нашей гостьей Альфею Рафисовной Масалимовой, доктором педагогических наук, доцентом, заведующей кафедрой высшей школы, заведующей кафедрой педагогики высшей школы, института психологии и образования Казанского федерального университета и лауреатом государственной премии РТ имени Махмутова. Здравствуйте, Альфея Рафисовна. Здравствуйте. Ну, мы уже тему обозначили, поэтому сразу в бой. Альфея Рафисовна, вот этот термин нам достался из советского прошлого нашего, да? Совершенно верно. Вот, где наставничество проявлялось на разных уровнях и этапах, ну, это было и, там, Стахановское движение, заводы, как это, фабрики, учебные заведения, даже школы вожатые, институт вожатых, это что, не что иное, как наставничество, да, только на детском уровне, скажем так. И в любом случае наставниками все время были какие-то более опытные люди, которые обучали неопытных. Это так или я что-то путаю с чем-то? Наталья, совершенно верно. Раньше под наставником понимали опытного специалиста, который обучает неопытных. В современном же понимании наставник это очень компетентный сотрудник или специалист, который способствует не только социально-профессиональной и производственной адаптации стажеров, но также и развитию карьерных траекторий стажеров и корпоративному воспитанию. А как же, вот смотрите, у нас есть прекрасный пример из фильма «Большая перемена», помните Петрыкина? Он же не только стремил по лекциям его носил, он его за его морально-психологическим обликом смотрел. Вот педагогическая, образовательная, я не знаю, сопровождающая такая вот функция у наставника есть или это мы придумали в кино, как говорится? Конечно же есть. Наставник в современном понимании, он должен не только сопровождать своего стажера, но заниматься его корпоративным воспитанием. Что такое корпоративное воспитание? Это привитие корпоративных ценностей, культуры, знакомство с традициями какого-либо предприятия. И с ценностями. И с корпоративной культурой. То есть вообще самое главное во главу угла, если этот наставник работает на предприятии, он должен заниматься развитием корпоративной культуры. И вот в связи с этим мне очень интересен опыт Японии, который построен на принципе патернализма. То есть когда сотрудник приходит в компанию, в ту или иную компанию, предприятие или завод, он прививает в сотрудниках чувство патриотизма к этому предприятию. Почему? Потому что отправляя на повышение квалификации своих сотрудников, затрачивая на это какие-то финансовые ресурсы, компания может в последующем потерять этого сотрудника, если он уволится. Соответственно, японский опыт... Да, потеряем деньги. Японский опыт настроен на то, чтобы из своих кадров взращивать своих педагогов, своих наставников, для того, чтобы потом в последующем они обучали весь остальной персонал. Но для этого во главу угла, первостепенно, это корпоративная культура, корпоративные ценности. Да. Ну, я бы, наверное, сказала, что Япония в этом смысле немножечко так в стороне стоит от всех. У них даже... Вы же знаете схему Икигай, да, вот которая профориентационная? У них на третьем месте как раз стоит, чем ты можешь быть полезен людям. Первое, что тебе нравится. Второе, что тебе интересно, что у тебя хорошо получается. И третье, чем ты можешь быть полезен людям. Поэтому у них и корпоративная культура, ну, совсем на другом уровне. А если возвращаться вот к нашей, так сказать, европейской модели, то институт наставничества вот на сегодняшний день... Я специально открыла самые кликабельные сайты и посмотрела. И вы знаете, очень интересно. Наставников, понятие наставника вообще не встретила, зато встретила. Ментора, человеку, у которого есть большой опыт в профессиональной области, да, и который готов им делиться. Коуча, который подтягивает... То есть, понимаете, такое мелкое дробление. Коуч, который подтягивает лидерские качества, и учит достигать личных целей через профессию. Потом тренер научит, как стать успешным тим-лидером. И ментор разберет слабые стороны в работе и т.д. То есть, как будто взяли наставника и препарировали на какие-то отдельные части. Это так? Вы знаете, сейчас в нашем современном мире очень много, так скажем, синонимов именно наставнику. Но мое мнение, я все-таки склоняюсь оставаться на нашем русском слове наставник, у которого действительно богатые традиции. И здесь есть, конечно, отличия. Мы от них никуда не денемся, несмотря на то, что это зарубежное слово, такое как ментор, например. В этом случае, если наставник – это опытный специалист, который передает профессиональные знания и опыт, то в случае ментора, ментор – это все-таки очень опытный человек, который делится своим опытом с позиции мудрого учителя. Не только в профессиональных вопросах, но и в личностных вопросах. Вот здесь различия наставника и ментора. То есть ментор – это мудрый учитель, который делится своим жизненным опытом, а наставник – это все-таки профессиональное слово, и это используется только на производстве, на предприятиях, в университетах, в компаниях и так далее. А вот смотрите, вот, допустим, у нас классический пример – наставничество на заводах. Просто вот в моей голове это прям самый первый переходящий в голову пример. Вот у нас есть молодой человек, ему дают наставника, допустим, на период испытательного срока, адаптационного периода и так далее. Он с ним общается, соответственно, они разговаривают, у них все равно происходит какой-то эмоциональный контакт. И здесь вот как будто бы может возникнуть вопрос, когда этот взрослый наставник может стать тем самым значимым взрослым, которого, может быть, не хватало вот у этого начинающего рабочего. Это же тоже возможный ход развития событий. Нет, всегда бывает переход от простого наставника к ментору. Правильно вы сказали, что с опытом, с годами, отношения уже становятся не такие, как наставник и стажер, а в принципе равные отношения становятся. В любом случае для него наставник, как мудрый учитель, и остается со временем. Уже как бы статус наставника здесь переходит уже в статус ментора. Это я поняла. А в каких сферах сегодня, сейчас, в нашей стране, по крайней мере, применяется наставничество? Наставничество применяется во всех сферах на сегодняшний день. И в науке, и в образовании, и на предприятиях, и на заводах. Авиастроительная отрасль, Казанский вертолетный завод, нефтяная отрасль. То есть повсеместно. Это везде. То есть вы хотите сказать, что процесс вообще-то не умер, никуда не делся? Да, совершенно верно. Он и никуда не девался. Раньше наставничество было обязательным на предприятиях, на заводах. Но оно было обязательным при работе с рабочими. Не с инженерно-техническими работниками, которые закончили высшее образование, а именно с рабочими. А сейчас уже наставничество в наше время внедряется во все сферы. И в научную, и в образовательную, и в производственную, и в технологическую, и так далее. Потому что без наставничества, обучаясь только на каких-то кейсах, производственных кейсах или там профессиональных кейсах, недостаточно человеку, чтобы расти как профессионал. Наставничество все-таки должно быть обязательным компонентом любой организации. А если в ней отлажена корпоративная культура, уже существует, то в ней по умолчанию априори всегда существует вот этот институт наставничества, наверное, да? Да, это так. Вот скажите, пожалуйста, существуют ли какие-то нормативы для того, для человека, который может или хочет стать наставником? Ну, не все же могут быть, да? Какое-то же, наверное, ограничение? Конечно, конечно, не все могут быть наставниками. Если рассматривать наставника, стажера, принятого по рабочей сетке, конечно же, его возраст должен быть не моложе 25 лет, и стаж работы на предприятии должен быть не менее трех лет. Если рассматривать наставника, стажера, принятого по инженерно-технической должности, то есть по ИТР-сетке, да, то здесь наставник должен быть не моложе 30 лет, и, соответственно, стаж работы на предприятии не моложе 5 лет. Не меньше 5 лет. Не меньше 5 лет, совершенно верно, да. Но, как правило, вот этих нормативных требований недостаточно. Все-таки необходимо готовить наставников к осуществлению именно данного вида деятельности. А есть какая-то схема, как их готовить? Вот раньше, в советское время, эта схема была. Существовали даже двухгодичные программы подготовки наставников из расчета одно занятие в месяц. Соответственно, подготовка наставников была регулярной, систематической. А сегодня, к сожалению, подготовка наставников, она сводится только лишь к курсам повышения квалификации, например, да, или какие-то тренинги кратковременные, которые не всегда порой учитывают особенности того или иного предприятия. К примеру, готовить наставников, что для авиационной отрасли, и готовить наставников для нефтяной отрасли. Авиационная отрасль связана с рисками. Нефтяная отрасль имеет свои особенности. Соответственно, программы подготовки, содержание подготовки должно учитывать вот эти особенности. А вот кто сейчас, например, может разрабатывать эти программы обучения Минобор? Или каждое серьезное предприятие само это делает? Раз у нас уже нет целенаправленного такого общего подхода. Я вам сейчас расскажу советский опыт, как это было. Вы знаете, в 1977 году в городе Казани, в Институте профессионально-технической педагогики, была создана первая лаборатория наставничества. Это как раз она была создана в институте, директором которого являлся академик Российской академии образования Мирза Исмаилович Махмутов. Это его именем премия начало? Да, совершенно верно. Это его именем премия назначена, значит. И этой лабораторией как раз тогда руководил Таланчук Николай Михайлович, но данная лаборатория была создана по инициативе академика Российской академии образования Сергея Яковлевича Батышева. И в соответствии с заданием Государственного комитета СССР по науке и технике, данная лаборатория разрабатывала концепцию и двухгодичные программы психолого-педагогической подготовки наставника. То есть это было централизовано раньше. И, соответственно, мы как педагоги, то есть наш институт психологии и образования, тоже компетентен в разработке подобных программ. А вот вы когда перечисляли, в каких сферах применяется наставничество, вы сказали в науке в том числе, а вот для меня непонятно, как это может быть применимо к науке. Вы знаете, вот я, конечно, нормативные требования вам кое-какие озвучила, да? Но что касается научной сферы, недостаточно, чтобы возраст наставника был не моложе 30 лет или стаж работы на предприятии не менее 5 лет. Этого недостаточно для научной сферы. Все-таки для научной сферы наставник, он должен быть как минимум кандидатом наук, иметь ученые звания. Лучше, конечно, доктор, наук, профессор, потому что наставником именно в научном плане можно считать того наставника, который прожил периоды становления нашей педагогической, к примеру, да, если в педагогической сфере, этапы. Встал выбор, кого же выбрать в качестве наставника по проблеме цифровизации образования. Здесь, конечно, надо рассмотреть того наставника, который прожил, прочувствовал... У нас был сначала этап алгоритмизации, потом был этап компьютеризации. Это было все в прошлом веке. А в нынешнем веке начинается у нас этап информатизации, и мы перешли в этап цифровизации. То есть, соответственно, тот наставник сможет более грамотно объяснить и раскрыть все особенности каждого этапа, который прожил эти этапы и прочувствовал себе, на себе, как именно ученый. Здесь надо очень основательно подойти к выбору своего научного наставника. Ну, даже, получается, с арифметической точки зрения это не может быть молодой человек, в принципе. Совершенно верно. Никак не может быть он молодым, он должен быть мудрым, во-первых, и как ментор, и как наставник, чтобы развивать своего подопечного в научном плане. А вот смотрите, вы по тем позициям, которые вы сказали, соответствуете совершенно требованиям, которые могут предъявляться к наставнику в научной сфере. У вас и звание, у вас и должность, и премия, и опыт. Вы являетесь лично чьим-нибудь наставником? Хороший вопрос. Конечно же, являюсь, но, опять-таки, если аспирант или докторант планирует писать, например, на тему, которая не входит в область моих научных интересов, конечно же, я не возьмусь. Я берусь за тех аспирантов, докторантов, которые развивают свои научные направления в рамках моего научного направления, а именно подготовки наставников. Насколько я знаю, когда я готовилась к нашей встрече, вы единственный в мире, ой, в мире, в стране человек, который защитил диссертацию по этому направлению. Соответственно, вы самый глубокий специалист в этой области. Вот как вы считаете, почему этот год не просто годом учителя назвали, а годом учителя и наставника? Почему такой вот важный государственный статус стали присваивать вот этой теме? Вы, конечно, справедливо заметили, что докторская защищена мною, да. Конечно же, громко сказано, что я являюсь единственным ученым в этой области. Нет, я далеко не единственный специалист в этой области. У нас очень много ученых и в городе Казани, и в целом в России сейчас очень активно взялись за изучение данные проблемы. Я так рада, что этот год все-таки обозначен как годом педагога и наставника. Здесь стоит и... Это две разные профессии, но все они направлены на развитие человека, на развитие жизненного опыта человека, имеется в виду. Потому что предметом педагогики, согласно академику Новикову Александру Михайловичу, тоже является развитие жизненного опыта человека. А если предмет педагогики уже развитие жизненного опыта человека, а развитие жизненного опыта человека может осуществляться в любых структурах, в информальных, формальных структурах, то есть везде, значит, и на предприятии. Соответственно, эта педагогика и заходит и на предприятие тоже. А там она называется наставничеством. Скажите, а вот почему все-таки вот такая важность этому предается не в прошлом году, не в позапрошлом, а вот именно в 23-й год? Почему? Ну, в принципе, я понимаю, что здесь отражается как бы немножко такой вот курс государства на восстановление патриотизма, на восстановление потерянных каких-то связей между поколенческих, да? Это так или что-то другое здесь? В связи с геополитической турбулентностью в нашем обществе, которое сегодня происходит, здесь нужно поднимать статус учителя, статус педагога, статус наставника. И именно в этих условиях необходимо уделять больше внимания нашей молодежи. То есть передавать наши ценности, моральные принципы, какие-то традиции, для того, чтобы они правильно использовали данный потенциал. У нас сейчас такая проблема в вузах существует. Планы подготовки отстают от развития производства. Соответственно, пока студент учится на протяжении 4-х лет бакалавриата, уже на производстве происходят некие обновления. То есть его знания устаревают быстрее, чем он приходит на завод? Совершенно верно. Его знания устаревают быстрее, чем он приходит на завод. Соответственно, роль наставников на заводе просто неоценима. Но наше общество сейчас столкнулось с тем, что у нас все-таки статус рабочих профессий оставляет желать лучшего. И здесь, поднимая статус наставничества на предприятиях, на заводах, мы одновременно можем поднять статус рабочих профессий. В этом еще важность есть, именно наставничество. Когда я готовилась к нашей встрече, я столкнулась с таким термином. Комплементарное наставничество. Что это такое, интересно? Да, комплементарное наставничество. Как раз эту идею я предлагала в своем докторском исследовании. Я предложила немножко отойти от узкого понимания наставничества. То есть, когда за стажером закреплялся наставник, строго соответствующий профессиональным обязанностям. Но сейчас, к сожалению, современный рынок энергоресурсов требует от молодых людей умения работать в команде. Именно в команде. Для коллективного принятия решений и выработки правильной стратегии в нестандартных производственных ситуациях. Соответственно, тогда еще мной была предложена эта идея комплементарного взаимодействия. То есть, когда вовсе не обязательно, чтобы за стажером закреплялся наставник, соответствующий его профессиональным обязанностям. У одного того же стажера может быть и наставник-экономист, и наставник-геолог, и наставник-геодезист. Для чего это нужно? Для решения более глобальных проблем. Например, с каждым годом усложняется добыча нефти. И для того, чтобы ее достать из кристаллических пород земли, необходима команда, состоящая из разнокачественных активностей, чтобы решить эту проблему более эффективно. Вот в чем. А вот вы когда писали диссертацию или работали в этой сфере, у вас есть какой-то пример жизни на каком-то предприятии, казанском или республиканском, где вы пришли и прям выстроили эту систему? И она заработала? Мою концепцию, именно концепцию комплементарного взаимодействия наставников-стажеров, внедряла у себя Татнефть. То есть Альметьев-нефть. Одно из структурных подразделений Татнефть, Альметьев-нефть. Они внедряли Елхов-нефть, Джалиль-нефть. То есть все они, в принципе, руководствуются как раз этим комплементарным наставничеством. То есть они взяли, встроили и пользуются? И пользуются, да. Говоря о заводах, например, о подготовке рабочих именно, о взаимодействии наставника с рабочим, нельзя применить все-таки комплементарную модель, потому что здесь надо рабочего научить именно его производственным обязанностям. Комплементарная модель, она действует со специалистами, то есть с теми сотрудниками, у которых есть высшее образование. Понятно. Вот это комплементарное наставничество применимо к научной среде? Конечно, применимо. К примеру, если мы рассмотрим комплементарное взаимодействие в нашей образовательной среде, здесь вот результатом такого плодотворного взаимодействия у нас явился VR-тренажер для управления педагогическими ситуациями. То есть Институт интеллектуальных систем и цифровых технологий, они разрабатывали именно цифровой контент данного VR-тренажера. А наш Институт психологии и образования разрабатывал педагогический контент, педагогические кейсы. То есть это VR-тренажер, он с таким пультом, мы надеваем эти VR-очки и задаем любую ситуацию, которая может возникнуть, например, среди студентов. К примеру, студент недоволен оценкой. И тот человек, обладатель этих очков, выбирает подходящие ситуации, свое поведение, как разрешить этот конфликт. Или, к примеру, уже студенты устроили саботаж. Опять-таки даются варианты, которые должен выбрать преподаватель. То есть получается, каждый со своей компетенцией вошли в этот проект и выдали его на гора. Совершенно верно. Именно такой междисциплинарный процесс, то есть это междисциплинарное взаимодействие, получается, привело нас к такому хорошему результату. А вот еще вопрос. Если мы говорим о наставничестве как о явлении, мы же не можем взять и исключить исторический подход. То есть все равно общество развивается, технологии изменяются. И, наверное, то наставничество, которое было в советские времена, в чистом виде, как кальку, взять и переложить на сегодняшний день невозможно. Вот что нового, что отличает наставничество прошлого от современного? Конечно, невозможно полностью переложить тот именно прошлый опыт в наше время. Почему? Потому что все-таки раньше, во-первых, это было государственной политикой, и наставничество финансировалось. Сейчас, в наше время, наставничество финансируется лишь при подготовке рабочих специальностей. Это первое отличие. Второе, что отличает, это, конечно же, узкопрофессиональный характер наставничества, то есть традиционное понимание наставничества. Сейчас, как я уже сказала, оно характеризуется комплементарным взаимодействием, то есть межпрофессиональным характером, когда за стажером закрепляется несколько наставников из разных сфер. В-третьих, это, конечно же, программы подготовки наставников, которые существовали в советский период. Как я уже отметила, эти программы были аж двухгодичными из расчета одно занятие в месяц. То есть подготовка наставников носила систематический регулярный характер. К сожалению, у нас сейчас этого нет. Хотелось бы перенять как раз вот этот прошлый опыт подготовки именно наставников в сегодняшнее время. Дальше, следующее отличие, конечно же, во время Советского Союза цель наставничества в первую очередь заключалась в воспитании и профессиональном развитии молодежи. А почему? Потому что в тот момент на заводы шли работать молодые ребята, только что окончившие восемь классов или ПТУ. И, соответственно, их нужно было не только дообучать, но и довоспитывать в духе партийной идеологии. Сейчас у нас первостепенная задача наставничества это все-таки производственное обучение и корпоративное развитие. Конечно, хотелось бы усилить и воспитательную компоненту в наше время. У нас сегодня время индивидуализма, как говорят, да? Пришел человек, работает на заводе, мастер какой-нибудь там, Федор Петрович. Приходит к нему, мальчишка приводит и говорит, вот ты будешь его наставником. Это значит, нужно на него тратить свое свободное время, опять-таки нервы какие-то и так далее. Этот Федор Петрович посмотрит, скажет, оно мне надо, не буду я этим заниматься. А если бы ему там какие-нибудь, как сейчас говорят, плюшечки за это падали, я не знаю, там дополнительные дни к отпуску, там какая-то путевочка туда-сюда, может быть, он и больше бы этим был заинтересован. Или это вот вообще неприемлемо? Я с вами совершенно согласна. Согласна. Действительно, нужно как-то стимулировать эту деятельность наставническую на предприятиях, на заводах, в университетах, чтобы все-таки наставник, он чувствовал какую-то ответственность за результаты своего труда, это во-первых, и чтобы он хотел этим заниматься. Но здесь еще и внутри должно быть, еще и в душе должен сидеть педагог этого наставника. Это не всем дано все-таки, да. И еще, чтобы он не чувствовал себя в каком-то смысле слова использованным. Ведь там Сергея Сергеевича не поручили, а поручили ему. И вот ты такой хороший, ты такой передовой, ты такой мудрый. И вот за это еще на вот получив, как говорили, пошли в гранату, да? И вот эта комплементарность, вот смотрите, как хорошо ложится сюда ваш термин, комплементарность вот этому наставнику, она, наверное, была бы очень хороша. Но это, наверное, входит в рамки конкретной корпоративной культуры каждого предприятия, скорее всего, да? Если они считают нужным, они это сделают или нет? Это уже предприятие решает, конечно, механизмы стимулирования какие-то. Это все должно делать, разрабатывать предприятие. А какие современные, вот вы же сказали, что отличие очень серьезное такое от прежнего наставничества и сегодняшнего. А какие модели еще вот кроме комплементарного существуют сегодня? Да, сейчас очень много моделей наставничества. Это, во-первых, та классическая модель, которая существовала в советский период. Далее, значит, это реверсивное наставничество. Как я говорю, это наставничество наоборот. То есть наоборот, стажер уже обучает наставника, к примеру, в области цифровых технологий. Потому что стажеры, они более подкованы в этом вопросе, чем, например, наставник, которому за 50 лет. Далее у нас есть еще такое наставничество, как горизонтальное, векторное и дефицитарное. Что такое горизонтальное наставничество? Например, когда стажера двигают по карьерной лестнице, его сначала помещают в различные отделы структурные. Сначала он работает на одном отделе, овладевает компетенциями в рамках данного отдела. Потом его переводят в другой отдел для того, чтобы он овладел межпрофессиональными компетенциями. И только после этого включают векторное наставничество уже с целью формирования именно управленческих компетенций этого стажера. Дефицитарное наставничество, само за себя слово говорит, дефицитарное наставничество, то есть основанное на дефиците каком-то. Если предприятие сталкивается с такой проблемой, незнание механизма какого-либо оборудования, они приглашают специалиста, который знакомит их с работой этого оборудования. Можно ли сказать, что есть какая-то маршрутная карта или устойчивый алгоритм восстановления вот этого наставничества? Маршрутная карта или алгоритмы, это все свойственно для естественных наук. Наставничество это общественный институт. И здесь говорить о каких-то устойчивых алгоритмах, я думаю, не совсем справедливо. В процесс развития наставничества должны включаться все. И наука, и образование, и предприятие, и средства массовой информации. Вот здесь вот, что касается средств массовой информации, раз уж я к вам пришла, мне вспоминаются фильмы такие, как «Весна на заречной улице», «Афоня», «Большая перемена», в которых наставник показан как очень авторитетный человек. К сожалению, в наше время почему-то нет таких фильмов. Мы до сих пор смотрим те фильмы, которые были сняты еще в советский период. Сейчас наставничество у нас показывают в основном в шоу-бизнесе. Это голос «Дети», голос «Танцы со звездами», цирк со звездами. Но статус наставничества, я думаю, в шоу-бизнесе можно было бы и не поднимать. Почему? Потому что в шоу-бизнес и так молодежь стремится. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы больше было таких фильмов, в которых статус наставника демонстрируется именно на заводе. Именно с рабочими профессиями. Мне очень крупно повезло в жизни. У меня наставниками были именно академики Российской академии образования. Первый мой наставник и мой научный руководитель по кандидатской диссертации. Это академик Российской академии образования Гузель Валеевна Мухаммедзянова. Далее это Махмутов Мирза Исмаилович, академик Российской академии образования, благодаря которому я нашла те свои реперные точки в кандидатской диссертации, которые мы не смогли увидеть с моим научным руководителем. Далее, это академик Российской академии образования Кирсанов Анатолий Александрович. Он большой специалист в области производственной педагогики, профессионального образования. И четвертый академик Российской академии образования, это Шакуров Рафаэль Хайрулович, который является доктором психологических наук, но его вклад именно в педагогическую науку он неоценим. Это как раз те мои наставники, которые способствовали моему научному развитию, начиная с того периода, когда я обучалась в аспирантуре еще. То есть мне тогда было 24 года. В настоящее время, конечно же, у меня тоже есть наставники. Мой научный наставник это Гасан Гусейн Ибрагимович Ибрагимов, доктор педагогических наук, профессор, действительный член Российской академии образования. И мой векторный наставник, это директор нашего института Айдар Мини Мансурович Калимуллин, который наставляет и помогает мне развиваться именно как заведующий кафедрой. В этой части я хотела сказать о том, что сама идея наставничества мне лично очень нравится. И она в ней много позитивного, в ней много хорошего заложена. Потому что людям подрастающим, неважно в какой сфере, действительно в плане роста, воспитания или в карьерном плане, всегда нужно какое-то плечо, на которое можно опереться, которое тебе даст, ведет вот в эту новую среду, покажет, научит, расскажет, приголубит, если надо. И действительно здесь уже речь идет о том, что это все равно все связано с некой такой разобщенностью, которая глубоковато все-таки проникла. И надо как-то ее с помощью наставничества в том числе немножечко минимизировать. И мы с вами сегодня поговорили о том, какое оно на сегодняшний день существует, какие у него перспективы. И мы выяснили, что корпоративная культура имеет непосредственное отношение к наставничеству, и они ее используют, в том числе и Татнефть, наша любимая компания. И у нее большие перспективы. Очень надеюсь, что вы были правы. Очень надеюсь, что все это будет, как раньше говорили, ваши слова до бога в уши. А нашим зрителям я напоминаю, что вы сегодня разговаривали с замечательным гостем, доктором педагогических наук, доцентом заведующей кафедрой высшей школы Института психологии и образования Казанского федерального университета. Спасибо за то, что вы пришли. Встретимся здесь же, под парашютом. Пока. Субтитры подогнал «Симон»